Не обращая внимания на камеры видеонаблюдения и свидетелей, неизвестные забирают чужие имущества и выходят из подъезда. В рамках проведенных мероприятий, направленных на раскрытие преступления в Волжском районе, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых и их местонахождение. В отделе полиции ранее судимый 28-летний житель поселка Солнечный рассказал о других фактах, свершенных им уже без напарницы. Сколько велосипедов украли? Пять штук. Где, в каком районе? Да, юбилейный, так, в Волжске. В Волжске. Куда велосипеды дели? Поеду. В ломбард сдали, да? Сколько выручили? По пять тысяч велосипедов. Установлено, что владельцы оставляли свои велосипеды в подъездах, в некоторых случаях даже не потрудившись набдить их дополнительной защитой. В большинстве случаев именно халатные отношения приводят к печальным последствиям. Оставлять на длительное время велосипеды и самокаты в подъездах или возле домов, даже если на них имеется специальное запирающее устройство, не следует. Практика показывает, что в данном случае различного рода замки и сигнализации являются лишь временным препятствием для совершения преступления. Будьте внимательны к своему имуществу и не оставляйте его в легкодоступных, неохраняемых местах. В случае кражи незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам преступной деятельности. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, Расул Ибрагимов. Дежурная часть. Саратов.